В русском языке бесспорно есть слова и обороты, которые бесят ну очень многих. Например, мякотка, светлый позитивный человечек, кушать, улыбнула, чмоки. Ну и многие другие, каждый может дополнить этот список самостоятельно. Так вот, в английском есть тоже слова, которые по той или иной причине раздражают носителей. Какие же это слова, спросите вы? Так вот, сегодня мы узнаем об этом. Меня зовут Настя и вы смотрите канал Puzzle English Life. Вообще, почему какие-то слова могут раздражать и, собственно, чем? Ну, во-первых, своим звучанием. Во-вторых, они могут ассоциироваться с какими-то неприятными вещами, и которые зачастую совсем не соответствуют его смыслу. А еще исследователи данного вопроса вычислили даже буквы, возможное сочетание которых в слове может сделать его абсолютно невыносимым для людей. И вот эти буквы в зоне риска это B, G, M, I, O. И первым в нашем списке будет слово moist, сырой, влажный. А также смачивать, мочить, увлажнять. Это слово просто обожают использовать по отношению к выпечке. Когда, например, хотят сказать о сочном пропитанном торте, о вкусных пропитанных кексах, по некоторым опросам слово moist. 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 Действительно, звучит не очень как-то. Так вот, большинству людей это слово кажется каким-то вот таким вот немножечко отвратительным. И уж никак оно не сочетается у них ни с тортами, ни с пирожными. Moist. И следующая звездочка нашего эфира это слово flam. Это мокрота, слизь, флегматичность. Как бы и само слово по смыслу получается как-то не очень приятным. Но здесь, по мнению некоторых ученых, мы еще и имеем дело с таким феноменом, как word aversion. Отвращение к слову, которое появляется именно еще и из-за того, как мы произносим это слово и что мы чувствуем во время его произношения. Вам просто-напросто неприятен сам процесс произношения, то, как двигается ваш рот. Flam. Flam. Ointment. Следующее слово по списку. Ointment это мазь натирания. Звучит как-то немножечко мокро и мерзко. Только вслушайтесь. Кстати, у ученых есть еще домысел, который касается того, что чем больше во время произношения слова двигается ваш нос, тем больше есть вероятность, что это слово вам покажется неприятным. И напоследок. Мне кажется, мой нос двигается. Для меня это не так уж очевидно, но слово тоже попало в этот список. Пантис это трусики, женские или детские. В основном всех бесит то, что к слову добавлен суффикс i-e-s, который этому слову добавляет какой-то детскости, уменьшительности, няшности. Но она тут совсем как-то не в тему. Мало того, что это слово помещает нас сразу в атмосферу не самую веселую, так еще и звучит оно как средневековое заклинание. Более того, всех подвешивает наличие длинного звука i-e аж два раза. Это надо так? Свернувшееся молоко, творог или превращаться в творог. Опять же, чисто на слух, звучит как-то не очень приятно и даже как-то не соотносится ни с творогом, ни с чем подобным. Деревенское поле и пейзажи. Это всегда красиво. А вот слово rural звучит вообще некрасиво. Rural. Деревенский, сельский. Особую ненависть это слово заслужило тем, что его просто неудобно произносить. Произносишь его и чувствуешь себя то ли человеком, то ли лягушкой. А теперь познакомьтесь со словом dollop, которое значит большая ложка чего-либо, небольшое количество чего-то, капелька, малое количество, чуточка, крупица. Ненависть это слово приобрело из-за того, что звучит как-то объемно, даже угрожающе. А по сути, значит, какие-то мелочи. Достаточно неприятно звучит слово slurp. Slurp это хлюпать, пить. Но не просто пить, а пить причмокивая. А если это касается еды, то это даже чавкать. Вообще-то все эти действия тоже достаточно отвратительные, ну, а слово не уступает им своим звучанием. Слизь. Знаете, как это будет по-английски? Мюкос это слизь. Думаю, даже можно ничего не говорить, а спокойно отправить слово в компанию к словам А теперь ваша очередь. Ваш звездный час, друзья. Напишите в комментариях, какие слова в английском языке вам кажутся неприятными, какими-то мерзкими, отвратительными. И обязательно напишите, почему, в чем причина, как вам кажется. Обязательно подписывайтесь на инстаграм Puzzle English, а также следите за нами на Facebook и ВКонтакте. Там мы часто постим что-нибудь интересненькое. А также не забудьте подписаться и на мой инстаграм. Всем пока-пока! С вами была Настя и канал Puzzle English Live. Субтитры сделал DimaTorzok